Друзья, это бонусный выпуск программы BITREX24 спрашивает. Я, ведущий этой программы Юрий Николаев, директор по продажам компании 1S BITREX, в этот раз побуду в качестве гостя. И сам задам Филиппу Гузиняку, нашему эксперту, несколько вопросов. Филипп, вот мы побеседовали уже с 10 разными предпринимателями из разных городов, разного размера компаний, и, наверное, у тебя есть какие-то свои уже выводы по поводу таких часто встречающихся потребностей. Как мне показалось, есть кое-что, что объединяло всех наших абсолютно гостей. Это момент перехода от операционного управленца к стратегу. Есть частый запрос, когда рано или поздно предприниматель вырастает и чувствует, что ему нужно отпустить, не погружаться в рутину, а кому-то отдать вот это вот все, что связано с операционными задачами, и больше сосредоточиться на стратегии. Ты знаешь, да, возникло. Я прямо из наших диалогов увидел, как мне кажется, интересный такой рефрейминг, изменение отношения к этой ситуации, который будет очень продуктивным для многих, кто нас слушает. Вот когда мы говорим от операционки в стратегию, стратегия – это очень такое непонятное, сложное слово. Да, согласен. Что такое стратегия, как ее выстраивать. Она потом не встраивается вот в ежедневное управление. Вот один из наших коллег очень интересно сказал, сказал, что я занимаюсь развитием. Вот мне эта штука очень понравилась, потому что он противопоставляет. Есть просто операционка, а есть там проекты развития. И я бы рекомендовал людям, у которых компания не из 300-500-700 человек, а компания 10-15 человек, для себя выделить ту сферу, где вот есть такой как бы бис-стрим, бизнесовые процессы, которые вот, ну, операционные, там, рабочие. А есть такой вот, такая стрелочка снизу, такой дев-стрим, стрим развития. Вот где те, там, два, три, пять проектов, которые мою компанию будут как бы сдвигать наверх. Я бы вот такой фокус убрал. Слушай, отличный совет. Давай тогда про развитие подробнее как раз и поговорим. Дело в том, что большинство партнеров Bitrix24 работают на очень растущем рынке, ну, и, соответственно, сами переживают очень остро фазу роста. То есть, когда у компании становится все больше и больше клиентов, новых проектов интересно, компании нужно расти, да, компании нужно развиваться. И можешь дать какие-то рекомендации, вот как руководителю компанию как можно с меньшими потерями пройти эту фазу роста? Какие инструменты использовать, что делать для того, чтобы расти, ну, как минимум, так же, как растет рынок, а еще лучше опережая этот рост? Тут очень важен интегральный взгляд. Вот крутое масштабирование, возможно, если ты видишь одновременно три слоя. Вы про это много говорили. Слой «я», что во мне нужно изменить. Слой «мы», что в команде, кто те люди, которые сделают масштабирование в моей компании, где эти ключевые лидеры? Потому что невозможно самому масштабировать бизнес. Это должны быть, как будто это нужно делегировать тем, кто это сделает. Сто процентов согласен. И третий слой – это системы, необходимые для масштабирования. Часто, когда у тебя нет прозрачных, выставленных систем, ты, ну, сапожник без сапог, ты внедряешь битрикс кому-то, но сам ты не систематизирован. И такая система плохо масштабируется. Замечательный ответ, слушай, прям в точку, мне кажется, в точку. Давай еще тогда про развитие. Часто встречаются кейсы, когда компании занимаются каким-то делом. Ну, допустим, это внедрение CRM, или это разработка сайтов, или вот что-нибудь подобное. И есть много экспертизы. Соответственно, понятно, где искать клиентов, понятно, как это делать, двигать. И, в принципе, вроде бы все хорошо. То есть, вроде бы собственнику всего хватает. Вот как это состояние описать? Это ремесло или это все-таки бизнес? Да, я видел очень много примеров, когда компании, ну, например, которые являются нашими партнерами, там, или из других отраслей, они не растут. Рынок растет, компания не растет. То есть, она остается, там, в рамках, например, своего круга клиентов, в своем городе, с тем же количеством людей, которые работали 5 лет назад, и ничего не меняется. Но мы же понимаем, что рынок рано или поздно изменится еще как-то. Например, рынок разработки сайтов 10 лет назад просто пер, и сейчас он совсем другой. И нужно же будет меняться все равно. Можно я еще спрошу тебя? Давай. А как ты видишь, в чем причина, почему компания вот остается вот на этом уровне ремесла? В чем основные, вот ты наблюдаешь причины? Ты знаешь, возможно, это недостаток какого-то бизнес-образования. То есть, основной фокус в этом случае собственник или управление, он уделяет как раз хардскиллам из этой области. Ну, например, из хороших программистов вырастают хорошие руководители веб-студий, но им бывает тяжело двинуться дальше в большой бизнес. Может быть, нет амбиций, а может быть, нет вот как раз понимания, как из программиста стать бизнесменом. То есть, вот это, мне кажется, ключевой момент. Ну, я прокомментирую, как я это понимаю. Есть логика эксперта и логика достигателя. Вот в логике эксперта я хороший и ценный, когда я знаю, понимаю, разбираюсь до деталей, погружаюсь. Такие тут были у нас участники, да? Когда ты прямо вот, я чувствую себя комфортно, когда я в материале, да? И из этой логики амбициозные цели, они кажутся пугающими, потому что, ну, я же про качество, да? Я же вот очень часто конфликт программиста и менеджера так строится. Вы менеджеры, вы там все время куда-то бежите, клиенту что-нибудь не обещаете, а мы тут внедряем, как бы у нас вот я не... Я помню, я помню, один из наших гостей как раз говорил, да, что в первую очередь репутация. Да, я не менеджер какой-нибудь, я инженер, там, да, вот эта история. Вот, а логика достигателя, она другая. А вот если ты спрашиваешь у инженера, как мы вырастим, он тебе дает 15 разных вариантов, и, в принципе, конечная формула не ясна. Достигатель, он по-другому думает. Он думает от цели назад. Он смотрит в цель и говорит, мне важно там быть. И дальше я как-нибудь уже там, как радиоуправляемая ракета, да, вот к этой цели приду. И вот этот сдвиг в логике, это штука нелинейная. То есть, как бы, это не про навыки, не про, как бы, этому невозможно научить. Человек должен, как бы, на уровень зрелости выйти следующий, чтобы это пройти. И некоторые, ну, так и не проходят. И для этих людей, правда, рост бизнеса будет, ну, таким большим стрессом. И вот у нас были кейсы, когда ты вырастаешь, там, да, 20-25 человек, а потом обратно идет, как бы, отскоп, потому что ты не берешь, что это вот логика умышления. Если говорить, как бы, как это сделать, то это глубокая работа со своими структурами сознания. Вот почему я боюсь вот этих вот больших целей? Что меня останавливает? Да, вот туда посмотреть. А как бы, а что на самом деле мной движет, когда я говорю, что я вот хочу погрузиться в это направление, там разбираться до нюансов? Потому что им же самим тоже плохо. Они же, как бы, не кайфуют в этом. Они заболачиваются. Да, вот по факту, да. По факту, как бы, такое медленное выгорание без движения вперед. Поэтому я верю, что вот в этом вопросе ключевая точка воздействия, ключевая точка роста, она психологическая. Отлично, спасибо. Да, да, ты ответил абсолютно точно. Давай тогда финальный вопрос о стратегии и о людях. То есть к нам очень много приходило людей с похожим запросом «хочу отпустить, хочу уйти в стратегию, но мне страшно отпустить». Ну, страшно, потому что я это все начинал, это мой ребенок. Вот, как сказал один из наших гостей, там, я боюсь потерять репутацию, да, она гораздо важнее для меня, чем деньги, многое другое. Что поможет преодолеть вот этот психологический страх, отпустить операционку, отпустить контроль перманентных каких-то процессов и действительно уйти в развитие? Александр Сергеевич Пушкин нам поможет. Замечательно. Он ввел в русскую литературу понятие множественной мотивации. Вот раньше там было удержавено, там, полюбил, потому что, там, был пленен красотой. Один мотив. У Пушкина досада, суетность или вновь забота, юность и любовь. То есть, как бы, да, много мотивов. Когда происходит переход, вот, как бы, от «я сам все делаю» к «я доверяю, отдаю», там есть прямо список того, что в этом помогает. Во-первых, когда у меня есть манящая, большая мечта, мне хочется, мне интересно, я хочу идти дальше. Одна история. Второе, я вижу, как то, что я делаю, контролируя, убивает мой бизнес. Я вижу, что я мешаю людям. Третье, я вижу, что я трачу очень много времени личного, я уже просто не могу, как бы, да, когда мне семья начинает говорить, ты слушай, ты отдавай, как бы, да, уже так больше невозможно. Четвертая история. Я понимаю, что у меня есть люди сильные в компании, которые, когда я с ними такой, начинают просто уходить. Им, как бы, нет пространства. Да, пятая история. Я вижу, что, вот, как бы, другие важные проекты прямо требуют моего внимания. Очень часто какой-то другой пример. Вот бывает, что спусковой крючок, это когда я увидел, как кто-то делает, я говорю, так это просто нечестно. Ты не занимаешься вот этой всей ерундой, ты просто, вот, как бы, как на пляже живешь, как бы, у тебя там только вот проекты развития. Поэтому, вот, когда работаем лично с руководителями, мы начинаем все эти разные, вот, эти, вот, как бы, точки исследовать. И для каждого человека вот этот вот секретный соус, что его сдвинет дальше? Он какой-то свой. Супер. Давай мы закончим этот бонусный выпуск пожеланием. То есть, опять же, ты увидел разных партнеров Bitrix24, предпринимателей похожих и непохожих. Есть что-то одно, что ты пожелал бы абсолютно всем нашим гостям, да и не только им, и всем тем, кто смотрел нашу программу? Я бы пожелал счастья в том, что вы делаете. Потому что я, вот, как никто, знаю, насколько бизнес может быть дыбой и голгофой одновременно, да, и вот этим вот сизифовым трудом, когда ты качаешь этот камень наверх, и он скатывается каждый раз вниз. Я вижу людей, которые в этом живут всю жизнь. У них компании, пропитанные этими вибрациями, да, этой эмоцией. У них сотрудники такие выгоревшие, у них клиенты получают продукты, которые этим пропитаны. И в целом, как бы, да, они создают такое поле. Я вижу людей, работающих с этим же продуктом, в этой же ситуации, у которых прям вот, ну, хорошо, тепло, красиво, мощно. И вот для меня важно, там, вот в чем моя миссия, важно донести и показать на примерах, что это выбор. Энергия – это выбор. И счастье – это тоже выбор, по сути, получается. Тоже выбор. Филипп, огромное спасибо. Друзья, с вами была программа «Битрикс24 спрашивает», и в этот раз «Битрикс24» в лице Юрия Николаева спрашивал у Филиппа Гузинюка. Большое спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok